значит так мы дошли до центра и там что-то поставили новенькая как всегда что это такое я не знаю сейчас мы посмотрим что-то у меня какой-то очень плохой свет не пойму что такое с камерой нашу центральную площадь я вам уже показывала покажу снова значит смотрите поставили какую-то штуку на что это такое я не пойму сейчас будем смотреться тема чем а я вон те остужалки которая вам прошлый раз тоже показывала которые фонтанчики под которыми можно стать и охладиться когда придет жара значит смотрите тут какие-то цветы не цветы скорее всего живые как всегда и школа валенсия арт флораль а валенсианская школа цветочного как она называется арт флораль боже мне так тяжело переводить я вам скажу честно на самом деле красота знаете почему тяжело переводить я говорю нормально переводить тяжело потому что я не училась я сама учка я говорила уже много раз что я не заканчивала никакие курсы по испанскому и очень многие слова я понимаю что они значат я не могу и правильно перевести потому что я их логически догадывалась их значение когда учила вот поэтому да не удивляйтесь что говорить говорю при этом перевести иногда очень четко я не могу поэтому не все могут работать переводчиками вот на переводчика действительно нужно учиться и не только знать язык а именно учиться на переводчика потому что это вот она наша водичка у тебя мучиться на весь будешь про 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 охлаждаться охлаждаться то бишь давай еще разочек давай сейчас дождемся темочки идем прошлый раз мы не зашли католический храм мама просила показать там за красота вот вами водичка прикольно тема так вот если вам жарко охладитесь так а там у нас стоит какой-то базарчик он был в прошлый раз значит так темка пойдем пройдемся в как он называется в катедраль катедраль то бишь это у нас католический храм собор не храм это католический как он называется правильно не знаю вы мне скажете напишите иногда туплю в этом плане а тут у нас керамика уфты блин запекательные формы то без формы для запекания понимаете иногда прикалываюсь когда так говорю ну то есть меня просто есть иногда люди которые мне исправляют ошибки ну это конечно замечательно что вы так много знаете но вы же понимаете что мое сообщение оно состоит не в том чтобы как бы прям супер мега правильно разговаривать а в том что я именно какой смысл я вам пытаюсь занести а если иногда говорю с ошибками ну как бы иногда прикалываюсь иногда действительно не знаю но если вы зацикливаетесь только на том чтобы найти мои ошибки то мне вас искренне жаль так что вот такие вот дела о вот эти миски мне нравятся класс вот эти я обожаю вот эти я обожаю я так люблю эти пиалочки мама тоже любит такие пиалочки класс такая красотища это красотища расписанная а вот расписанная валенция торрес де кварт так что вот такие вот дела что у нас там как всегда будет очередь чтобы зайти возможно сейчас же у нас туристический сезон артемка артемыч как всегда не довольны никуда не хочу идти ничего не хочу делать ничего не хочу смотреть божечки эти дети понятно что детям надо быть с детьми делать какие-то активе дать как говорится ну короче лагеря для них нужны школы нужны а сейчас как начнутся как они называются каникулы боже это же вешалка вот скажите кто их придумал ничего не придумают что-нибудь я не знаю кита лагеря ну тут же даже дело уже не в том что там мне с ребенком возиться не это в том что им хочется возить ими им хочется что-то делать ну понятно что мы с ними так всегда пытаемся развлекаться ой девочка бедная сидит мы так пытаемся с ним развлекаться как можем смотрите какая красота вот это да но не всегда нам получается развлекаться что-то темыч можно зайти сюда мама прошлый раз говорит мне ну туда же наверно не пускает если голову не прикроешь говорю мать какая голова чем ты шепчешь во первых это же не христианская церковь во вторых сюда же идут туристы поглазеть и туристов на голове ничего нет пойдем темыч так что такие дела шо-шо-шо-шо фенера 9 евро 6 не хорошо тут за очень сплатно да ну нафиг меня не тема чего не пойдем сюда шо тут же платно заходить стану нет тогда мы не пойдем дальше тут висита культураль не нес 6 евро мне 9 евро семья 20 евро пипипим по папам валенсия как так выходим мы не будем смотреть я не хочу но честно как я там была мне кажется она была бесплатно чет я чуть не пойму либо на лето сделали платным либо либо что-то непонятно ладно чешем дальше чешем дальше учет этой девочки бы положила денежку иди сюда значит смотрите здесь у нас центре как всегда на площади что-то интересное происходит и это интересное мы вечно совсем пропускать вот в этот раз мы не пропустили так как мы пришли идите вот мне нужно было поснимать контент для вас дорогие и вот видите я таким образом хотя бы начинаю узнавать что у нас тут есть потому что ой как красиво потому что не хожу не смотрю лично времени типа нету а надо выделять время вот смотрите какой дракон что это такое я не знаю сейчас будем узнавать что-то видимо так дракон какого-то там святого что же это такое я блин личная клюшка какая-то выставка драконов и черепах класс там сзади смотрите какая красота короче неплохо неплохо вот там еще что стоит класс вот это да спросить честь чего это все дело сейчас будете спрашивать если найду кого-то обалдеть обалдеть класс вау какая красота никого нету из таких работников там чтобы спросить спрашивать класс очень красивый очень интересно что же это такое а вот здесь вот наш любимый фонтан очень я люблю такой красивый фонтан сейчас попросим Артемыча нет Артемыча нет кого-то попросим чтобы нас с Артемычем сфотографировали нам очень понравились эти панамки эти шляпы нам очень понравились вот она я в этой панамке а вот Артем он прекрасен и еще это очень удобно что то есть вот эта штука видите можно затянуть и на ветру это дело не слетает потому что на пляжах попроси слетать так что брать не такую веселую банамку или нет я очень люблю банамки шляпки всякие вот эта шляпка на меня не налазит она маленькая голова мне большая вот тема есть еще такая вон зеленая вот эти прикольные короче мы выбрали вообще-то такой смешной магазин чего-то только нет смотрите на лето вот такая штука наливаете вот сюда воду и потом он блин это своими панамками сейчас я покажу как это работает смотрите наливаете воду в бутылочку здесь маленький вентилятор и делаете вот так вот она сейчас не крутится конечно же но когда тут водичка это дело распыляет вам на тело на лицо понятно для лета чтобы вам было не жарко пожалуйста все что хотите так ладно мы быстренько сделаем с Артемом обзор мы вообще зашли вот за панамками шляпками я очень люблю панамки короче голову прикрывать надо потому что в детстве по мне очень сильно перегрелось на солнце и мне было так плохо что просто кошмар а вот вам для для сна в автомобиле с самолете сумочки ну короче тут всякого хламья куча вот как игрушек такие полезных и на самом деле вещей потому что ну вот например просто игрушки я не могу он повторяет он повторяет иди сюда как дела вы видели это он повторяет за мной обалдеть блин я такого еще не видела вы такое видели смотрите продолжать повторять то что я говорю пипец да мне очень весело на самом деле я вообще так он еще на русском повторяет ладно беспанский повторял походу он все языки знает так а вот еще есть кепки вот шляпы обычные ну я взяла себе розовую панамку с единорогом с единорогом взяла полотенечки есть в сумке для пляжа на сумке есть у нас купальники сарафанчики юбочки тапки веерки вот веерок это хорошая вещь а дальше зонтики разные так чем еще пойдем заплатим будем идти домой нам уже пора смотрите по 15 по 20 евро да 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 там ты прекрасен хорошо вот называется алиоп магазин вот тут полно всякой всячины всякой всячины полно вот всякие штуки для лица всякие массажерки и масса эти как они называются расчески ну короче вот всякие показано как пользоваться вот эти вот этим вот этим зеркальцем а вот шут еще интересно есть в общем все ладно не хлам закончится а вот этот пистолет у меня такой был когда-то это пистолет для вот смотрите массажер хорошая кстати вещь вот показывает вам как этим пользоваться даже так что такие дела боже что это не говорите миша эта ручка какашка точно смотрите это ручка какашка вы так вы видели в ее в студии ну что только него придумывают а вот это ручка мороженое не могу я не могу я не могу арчем иди сюда сады ручку какашку хочешь себе блин ну а не говорите что мне а и ручка унитаз точно это твой унитаз я не могу с них все так они по придумают так все пошли на кассу артем пожалуйста вот это класс мне очень нравится игруха открывашки для бутылок да кстати есть у тебя такое так ладно мы пошли на кассу понятно темочка а у нас тут наш пуэнте de flores это мост который который засадили красивыми цветами но видите сейчас не сезон и они не так цветут как всегда обычно за гусей она цена а сегодня нет даже такое бывает это ж такое дело уже бежим домой все в чем и чем нагулялись на прогулялись с подружкой встретились вот и бежим домой так как у нас там света нас ждет на поужинать так что вот такие вот дела а чё это я сегодня себя не снимала ни разу безобразие а тем уже не обманом свою леет свои еще не дело вот так что идем чешим красотища для потища чем поет песни я снимаю поэтому я больше не снимаю на сегодня хватит поет и ты не загрузишь больше не, нет, и мы еще не снимаем и начнем я не снимаю и что с деньгами? с деньгами я уже сделал сегодня сегодня, конечно и для чего ты говоришь спа потому что ты говоришь мне спа и? говори мне не уйз и? пожалуйста и? ты не хочешь говорить не уйз и... значит так я тут уже поэкспериментировала пару раз это уже в который раз короче у меня тут спит классе у меня куриная грудка посреди какая красота обалдеть как вкусненько сейчас буду давать матери пробовать так как я уже поела ну дорогие зрители добрый вечер и если как обычно вышла на балкон но по всей видимости идет какой-то футбол или я не знаю что но тут такие звуки и крики как всегда аплодисменты мои замечательные испанцы соседи не дадут наверное мне с вами поговорить но все же попытаюсь потому что я сижу на балконе я замерзла у нас прохладно я на свой замечательный новый сарафан одела тепленький халатик вот потому что мне холодно и так как мне понравилось сидеть на балконе и рассказывать вам тут всякие страсти мордасти то я сюда же пришла а вот вообще сегодня хотел зацепить какую-то интересную тему по поводу нашего детства по поводу наших детских травм по поводу того что все абсолютно все наши проблемы наши какие-то ну да в принципе это все проблемы и все то что мы с чем мы сталкиваемся потому что во взрослой жизни с нашими какими-то эмоциями не прожитыми или прожитыми наоборот в общем все наши проблемы в нашей взрослой жизни идут и тянутся с нашего детства с нашими травмами детскими абсолютно все связано потом в нашей жизни то есть где-то хорошее воспитание нашими родителями нас где-то какое-то плохое воспитание какое-то влияние дедушек бабушек и всего вот это вот абсолютно все что было что происходило у нас в детстве все она потом вылазит и отражается в нашей повседневной взрослой жизни и так было есть и будет это не сказала я это действительно доказано так и есть и вот хотела привести пару таких примеров вот вам аплодисменты аплодисменты вам а вот хотела привести парочку таких примеров из своей личной жизни как например сейчас мне очень тяжело и вообще не воспринимаю крики мне настолько стрёмно и страшно становится когда вокруг меня кто-то кричит или происходит вот какая-то ссора или вот знаете я тут иногда прохожу у себя по району а мне немножко туда дальше район хороший элитный а немножко туда вглубь район такой более бедные есть живут цыгане живут всякие 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 и вот я часто когда хожу в ту сторону есть там такое что там они орут что там спорят вы знаете меня и так дергает когда я слышу какие-то звуки какие-то крики что-то резкое вообще все что касается споров ссор руганий не дай бог драки какие-то меня это пугает пугает потому что я не привыкла я не привыкла в детстве слышать ругательства я не привыкла в детстве слышать ссор не дай бог никакие там побои или еще что-то боже упаси я ничего этого не слышала даже повышение тона голоса у нас семья не было у нас папа уже покойный мой царь семья невестная папа никогда не кричал никогда они с мамой никогда не ссорились они с мамой никогда не ругались никогда не было вот таких гру громких шумных каких-то скандалов у нас папа имел другую интересную привычку он просто закрывал рот и мог молчать и не разговаривать свои со своей мамой по месяцу по месяц я это прекрасно помню потому что да мы как дети особо этого не замечали но потом уже когда подросли и мама об этом как бы говорила рассказывала то есть сейчас мы с ней когда об этом разговариваем она мне как бы рассказывает об этом что говорит вот так вот так и я ей рассказываю то что я проживаю сейчас я говорю вот смотри у меня происходит это вот это и наверное это связано с вот этим она горит да скорее всего потому что это правда он не кричал никогда он никогда не ругался он просто замолкал не объясняя ничего просто молчал и вы знаете сейчас рассуждая над этим думаешь не знаешь даже что хуже то есть какие-то выяснения отношений или вот такое вот молчание когда ты живешь с человеком в одной квартире а он молчит с тобой не разговаривает даже не знаю что что хуже конечно для нас как для детей это было лучше конечно потому что мы не видели никаких ссор не было никаких скандалов это очень хорошо вот но допустим теперь я понимаю почему во многих случаях я так поступаю а я во многих случаях так поступаю я со многими так поступала то есть у меня тоже не было привычки разговаривать и выяснять какие-то вопросы какие-то отношения у меня была привычка помолчать все проглотить потерпеть а потом через время так вот собрать вещи и сказать я пошла мне так смысле куда а что случилось что не так а я такая священа а все не так то знаете и вот это очень на самом деле двойственная такая ситуация потому что не знаю что хуже то есть мне кажется лучше все-таки разговаривать и как-то стараться выходить и какому-то компромиссу чтобы диалог все-таки был потому что доходить уже до той точки когда ничего не решается просто нужно расходиться на это я имею сейчас там пары допустим вот не знаю как ваше мнение по этому поводу потому что вот я сталкивалась этой проблемой до сих пор у меня есть эта проблема до сих пор есть проблема того что я молчу я не выясняю ничего я ничего не говорю то есть коплю в себе обиду чего вообще делать нельзя категорически вы знаете да что если вы в себе копите обиду обида это саморазрушение ни в коем случае нельзя обижаться ни на кого ни на что и никак и никогда всю обиду нужно убирать все нужно прощать все нужно отпускать и ничего не держать себе потому что это все разрушает вас изнутри вот я научилась это все прощает то есть не обижаться я не обижаюсь на данный момент но где-то могу просто типа молчать что тоже делать не нужно так что вот такое вот было бывало поэтому еще могу привести вот некоторые такие примеры из того вот как было в детстве и как она сейчас отражается на жизни то есть это всего лишь нужно вы знаете вспомнить проанализировать потому что абсолютно все то что у вас сейчас происходит это какие-то последствия вашего детства какие-то последствия того как вас воспитывали понятно что много мы уже об этом говорили что мы родители выбираем они у нас такие какие у нас есть они у нас самые лучшие если где-то что-то они сделали не так как бы нам хотелось мы не можем их в этом винить они делали все так как они могли в свое время и да есть конечно совсем неудачные родители я бы сейчас общаюсь с одной девочкой которая сама познакомилась здесь в ю тубе и его тоже она рассказывает мне про свою детскую историю там вообще была катастрофа вообще не понимаю как может родная мать так поступать с ребенком то есть это вообще неприемлемо для меня когда такое отвратительное отношение может быть по отношению к своему ребенку ну то есть но это как бы мы не будем туда углубляться я такие случаи брать во внимание вообще не хочу потому что это больно обсуждать это это обсуждать очень больно и наверное уже не для моей нервной системы знаете вот просто наверное хочется учиться на вот все таки в этом случае хочется учиться на чужих ошибках не допускать эти ошибки со своими детьми сейчас потому что все что мы закладываем в них в детстве это потом их жизнь то есть и потом все вот эти нюансы казалось бы какие-то мелочные для нас они потом вылазят у них такими огромными какими-то проблемами вот так же как сейчас у нас вылазят какие-то проблемы наши которые тянутся еще с детства